Всем привет, это канал Содик Села, и сегодня я хочу рассказать вам про игру Брэнни Смит. Обновляется ли до сих пор эта легендарная игра или осталась прежней? Всем удачного просмотра! Но для начала, краткая история игры. Была создана компанией Mediocre. Если верить информации из интернета, появилась WebStore 30 декабря 2012 года, то есть 12 лет назад. Сейчас WebStore отсутствует. По ощущениям, разницы, когда я заходил в игру в 2015 году и когда я играл в неё сейчас, я не вижу. В принципе, больше про историю приложения сказать нечего. Приступим к геймплею. Для тех, кто не знает, что надо делать в этой игре, я расскажу. Смысл игры заключается в том, что вы, играя за разных персонажей, бегаете за вором, который по сюжету украл у вас яблоки. Гру можно разделить на несколько локаций, на которых вы играете. Про них позже. У этой игры есть сюжет, что делает прохождение более интересным. Игра находится в категории аркады-платформе, что означает, что геймплей будет заключаться в коротких уровнях и прыжках по всяким препятствиям. Приложение может похвастаться хорошей физикой, а именно хорошим разрушением объектов. В игре есть магазин, в котором можно купить всякие предметы, помогающие проходить уровни. Например, мяч, каска и банан. Про их смысл я расскажу в конце видео. Также в магазине присутствуют карточки с персонажами. В начале игры мы можем играть только за бабушку, но во время прохождения также откроются другие герои. И последнее, что присутствует в этом магазине, это уровень сложности игры. Стандарта стоит нормальный уровень, но при желании можно его изменить на хардкорный. И также после прохождения уровня вы можете посмотреть счет всего уровня и его повтор, выполненный в черно-коричневом стиле. Приступим к уровням. Всего в игре я насчитал 57 уровней. Снимая геймплей этого видео, я прошел всю игру на нормальном уровне сложности. По времени у меня это заняло примерно 3 часа, включая все фейлы. И кстати, когда я искал информацию в интернете об этой игре, я наткнулся на статью, и я полностью согласен с мнением создателя этой статьи. Текст вы увидите на экране. В описании я оставлю ссылку на эту статью. А также, если на этом видео будет нормальная активность, то я пройду это видео еще на уровне сложности хард. Хотя, скорее всего, на этом видео будет всего два просмотра, один из которых мой, а другой моего друга Айм Павлина. Кстати, привет, Павлин. А сейчас я перескажу вам эту игру. Первый уровень это обучение. Нам рассказывают, как прыгать и дают легкие препятствия. Игрую мы должны обгонять воришку, чтобы забрать яблоки. Максимальное количество яблок, которые мы можем собрать, три. Также на уровне разбросаны монетки, за которые можно покупать предмет, помогающий нам обогнать воришку. Кстати, все уровни я прошел на три яблока. Скорость прохождения каждого уровня увеличена в пять раз, потому что если оставить обычную скорость, то хронометраж получится примерно на час. В этом видео я буду вырезать или ускорять ненужные моменты. За эти уровни, в принципе, не произошло ничего интересного в плане сюжета. В плане же геймплея эта игра очень динамичная и интересная. В нее не скучно играть, и даже во время прохождения, когда я фейлил, я не злился, а наоборот. Мне было интересно пробовать новую тактику для прохождения уровня на три яблока. Но в этом видео я вырезал все фейлы, которых, кстати, не очень-то и мало. Кстати, весь материал без фейлов на ускоренной версии длится примерно 11 минут. Когда я решил пересмотреть его, я сам не заметил, как досмотрел до конца. И, кстати, скоро будет мой самый любимый уровень, когда я проходил игру 7 лет назад. Да и сейчас это один из самых крутых уровней в этой игре, по моему мнению. Также этот уровень является последним на этой локации. Еще мы получили нового героя пса. И в этой части игры нас знакомят с первым предметом, который поможет нам пройти игру. Этот предмет – мяч. Его можно кидать вперед и сбивать воришку, если он нас обогнал. И также этот мяч может разрушать объекты перед собой. И на этой локации эти мячи будут появляться очень часто. Альтернативным же способом их получения является покупка в магазине. Кстати, по моему мнению, это самая интересная локация, потому что в ней больше всего интересных механик и действий. Этим временем я купил в магазине больше мячей, потому что они очень часто мне помогали и будут помогать в прохождении. А если на этом ролике будет хорошая активность, то я выложу геймплей целиком, без моих слов, но с таким же ускорением. Потому что программа, в которой я редактирую видео, почему-то не дает мне сохранить видео длиной в час. И ближе к концу локации игра дала нам нового персонажа – дедушку. Вот следующая локация, я называю ее «Заводом». Но также можно назвать эту локацию «Портом» или же «Космодромом». Почему «Космодромом» – ответ на этот вопрос вы узнаете позже, посмотрев это видео дальше. И в основном особенностью этой локации является наличие труб и вентиляций. Впрочем, я считаю эту локацию самой скучной в игре. Но даже несмотря на это, эту локацию все равно проходить очень даже интересно. Я думаю, это все, что можно искать про эту локацию. Могу только отметить ее конец, где главные герои летают в космос. И вот последняя локация – «Космос и другие планеты». Первый уровень этой части игры проходит на космической станции. Дальнейшие же уровни будут в космосе. Также, я думаю, можно упомнить тот факт, что разработчики этой игры создали также другие интересные игры. И одна из них – это игра «Спринкл». Она также очень популярная, и я уверен, что большое количество людей помнит эту игру. Это приложение, кстати, до сих пор есть в App Store. Зачем же я это вам говорю? Ну, во-первых, чтобы растянуть видео. Во-вторых, чтобы дать намек на следующий обзор. И в-третьих, чтобы подвести вас к последнему уровню, который расположился на планете из игры «Спринкл». Помню, когда я проходил этот уровень в прошлый раз, я потратил много времени, чтобы получить три яблока. Вот конец этого уровня и всей игры. В итоге мы собрали всех персонажей, и все закончилось хорошо. Все герои сидят за столом и едят пирог. И даже воришка. После концовки нам дали последнего персонажа – героя из игры «Спринкл». И также я решил купить все предметы и попробовать использовать их на уровне. Бананы кидаются назад и предназначены для замедления воришки. Шлем же не дает нам потерять монеты при неудачном падении. Подводя итог, могу сказать, что эта игра осталась такой же, какой я помню 7 лет назад. И даже несмотря на то, что в этой игре не произошло никаких изменений, это приложение до сих пор играбельное и интересное. И также я считаю это хорошо потому, что при нынешней тенденции добавлять в игры донат, Грэнни Смит превратилась бы в неиграбельный продукт. В принципе, это все, что я хотел рассказать про эту игру. Напоминаю, что при хорошей активности я пройду эту игру на уровне сложности хард. Всем хорошего настроения!